Ты лайкнул пост Панарина, не боишься, что какой-нибудь эпизод вспомнит, лет через десять, как ты женщину ударил? Пост Панарина? Да иногда просто в Инстаграм, когда заходишь, иногда просто лайки ставишь какие-то и даже не читаешь, что там написано, да. И я не поддерживаю ни Навального, да, и я счастлив, что у меня есть такой президент, как Путин, да, и то, что он делает для спорта и для нашей страны, потому что я в любом случае, я русский парень, который вырос в Челябинске, да, на нашей родной земле, и для меня все равно никакая страна не может быть лучше, чем Россия, и я скучаю по ней, и хочу быстрее туда вернуться, и хотел бы, чтобы у нас Лига КХЛ была номер один, да, во всем хоккейном мире, и дай бог это скоро будет, да, там, для более мелкого поколения нашего, который сейчас растет, играет в хоккей, и поэтому я не скажу то, что там Америка лучше России никогда в жизни, потому что я знаю, сколько здесь минусов, а у нас в России привыкли люди плакаться, а на самом деле в Америке намного все хуже, на мой взгляд, просто что мне здесь нравится, так это спор. Привет, плохие новости перед чемпионатом мира. Сразу три голкипера из Северной Америки не смогут помочь сборной России. Шестеркин, Георгиев и Худобин лишены возможности увидеть пустую Ригу. Зато приедет защитник Владислав Гавриков и непонятно зачем Никита Задоров, но что же делать с голкиперами? Сначала запретили ехать Шестеркину и Георгиеву, позже стало известно, что мы не можем рассчитывать и на Антона Худобина. И снова по медицинским показателям. Правда и без них вариант с приездом Антона был невероятным. Во-первых, Худобин на пороге обмена. Да, его могут отправить в другой клуб через год после нового контракта, так как команда не вышла в плей-офф, а к вратарю много вопросов. Во-вторых, нельзя сказать, что он провел идеальный сезон. Выдавал шедевры, но и проваливался часто. В-третьих, хоккеисту 35 лет, а второй пузырь за короткий срок это тяжело. И теперь штаб команды в весьма непростой ситуации. Что делать? Первый вариант, который приходит на ум, не дергаться, все оставить как есть. Ехать в Латвию с Бочаровым, Самоновым и Федотовым. Это не так уж и плохо, если разобраться. Самонов играл в этом году на Евротуре. У Федотова лучший сезон в карьере. Бочаров ничем особенным похвастаться не может, но мы еще на Евротуре посмотрим, кто сильней. Второй вариант утопический. Можно выбрать кого-то из ребят, выступающих в АХЛ. Но там выбор совсем уж не богатый. Главный кандидат Даниил Тарасов. У Алексея Мельничука и Ивана Просветова плов в АХЛ. У Михаила Бердина в НХЛ. Демченко и Загидуллин слабеют тех, кто есть сейчас в распоряжении сборной. Не уверен, что Налимов рассматривается даже в качестве суперзапасного варианта. В любом случае придется рисковать и нового выхода нет. Если только не вызвать, например, Аскарова или Кочеткова. Нападающий Ладой Федор Свечков после юниорского чемпионата мира оказался... А попробуйте угадать сами. И если вам понадобилось больше одной попытки, то вы зря смотрите эту программу. Франсис Паре стал новичком авангарда. Белорусский нападающий составит компанию Кириллу Готовцу, чтобы не скучно было поесть картошечки. А русских из клуба увольняют. Закончился трехлетний роман вратаря Игоря Бабкова с авангардом. Хоккеист с зарплатой в 50 миллионов рублей покидает клуб за год до официального окончания соглашения. Бабков первый сезон в Балашихе дошел до финала. В следующем сезоне сыграл не слишком удачно, как и вся команда, а в нынешнем вытеснен посредственным Шимоном Грубицем. Игорь провел в подмосковном клубе лучшее время своей карьеры. В адмирале Бабков учился спокойнее относиться к пропущенным шайбам, забывать поражение, но после перехода голкипер сумел выйти на другой уровень. К сожалению, идеальным время в авангарде назвать нельзя, несмотря на финал два года назад и кубок в нынешнем чемпионате. Игорь стал жертвой войны между Сушинским и Крыловым. Первый считал, что вратарская линия с приходом Бабкова укомплектована, второй постоянно сомневался в этом. Я только не могу понять, какие претензии к Сушинскому за высокий контракт продарю. Все-таки последнюю подпись ставит Крылов. Считал бы, что зарплата странная, не визировал бы. Игорь старался не обращать внимания на интриги, но полностью отстраниться было невозможно. В этом году над ним откровенно издевались, как и над Эмилем Гариповым. Не давали прийти в себя, почувствовать уверенность, постоянно дергали, а затем привезли Грубеца и давали ему гораздо больше шансов, чем Бабкову. Я уверен, что с Шимоном Авангард еще нахлебается, а Бабкова убрали только потому, что его подписывал прежний менеджер. Но вряд ли Игорь будет ненавидеть Авангард. Не за что, а интриги есть в любом клубе. Валерий Нечушкин и Владимир Тарасенко стали претендентами от своих клубов на Мастер Тон Трофи. Его дают за упорство, мужество и верность хоккею. Ну, конечно же, заслужил Нечушкин. Сколько он натерпелся, бедный. И последнее. Артемий Панарин занял лишь второе место после голосования за лучшего игрока сезона по версии самих хоккеистов клуба. На первом месте некий Адам Фокс. Интересно, за кого он голосовал? За Трампа или за Байдена? До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok